В эти дни проходит 15-я междисциплинарная конференция, посвященная памяти выдающемуся неврологу, педагогу, личности Александру Моисеевичу Вейну. Это площадка для обмена опытом и для расширения кругозора, для роста потенциала. Я рада всех видеть. Вижу знакомые глаза и знакомые лица, которые уже встречались. Я вижу первый раз в глазах, которые на меня смотрят. И каждый из вас, для чего-то же пришел в этот зал, наверное, какие-то есть внутренние проблемы или противоречия, которые бы вы хотели решить. Или нет. И поэтому, прежде чем я начну выступать, я бы хотел услышать вас. Что бы вы хотели услышать? Что бы вы хотели услышать? Выход на проблемный регион. На проблемный регион. Что бы вы хотели услышать? Познакомиться. Слушаю вас. В лечении психологических заболеваний, психосоматических. Психосоматических. Слушаю вас. Подожди, ознакомьтесь с вами, с вашей академией. Так, слушаю вас. Познакомиться. Потому что есть ли какие-то конкретные вопросы? Чтобы я не каждого спрашивала. Потому что я же читаю не просто материалы, а читаю для вас, правда же? Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, я по процессу своего выступления постараюсь на них ответить. Очень интересная тема была заявка. Да, коррекция дегертативных дискуссий. Коррекция дегертативных дискуссий. Я хочу просто еще на каких-то детальных вопросах остановиться. Это будет обязательно. Это будет посвящено наш вопрос. Еще какие-то вопросы есть у вас? Какие-то пожелания? Никаких вопросов. Я висит специфическая боль в спине. Не слышу. Коррекция неспецифическая боль в спине. А что такое неспецифическая боль в спине? ППС, проблемы с тазом. То есть, нищий надежный, позвоночный. То есть, вы о кинезиологии ничего не знаете? Какие счастливые люди. У вас сегодня будет открытие. На меня посмотрите. Друзья мои, а кто ничего не знает по прикладной кинезиологии? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Остальные в курсе событий. Я попробую тогда очень кратко сделать маленькое вступление, чтобы понятно было, почему так трудно лечить вегетативные проблемы. Ведь если вы знаете, большинство пациентов, которые к нам приходят, они ведь вегетативные. И практически нельзя понять, почему это происходит. С чем это связано? А лечение у всех одинаковое. И мы же видим, что лечение-то неэффективное. И себя чувствуешь просто полным идиотом на этом месте, потому что пациентка с алкопом очень невозможно. И я бы хотела... Для этого надо закрыть дверь. И мне бы хотелось ответить на очень многие вопросы, потому что эти вопросы были как раз результатом того поиска, которым я сейчас вам покажу. Итак, я хотелось бы, чтобы вы записали два этих слова, прикладная или медицинская кинезиология. Это варианты декоративной медицины. Обратите, пожалуйста, внимание, что прикладная кинезиология не лечит заболевания. Потому что заболевание – это локальный подход. Это как разделение человека на отдельные части. Если нужно разделить на отдельные составляющие, на желудок, легкие, сердце, поджелудочную железу, и будем учить только отдельную часть, очень много теряется в диагностике. Потому что если воду разделить на водород и кислород, у водорода и кислорода свои функции. А когда они объединяются, появится какое-то новое качество у них соединения. И поэтому, когда мы лечим только отдельные заболевания, мы теряем понимание важности функциональных взаимосвязей между структурами. То, что делает человека из комплекса органов человека. И поэтому кинезиология на пророчные заболевания, а на расширение резервных возможностей человека. Потому что мы все считаем, что мы пытаемся восстановить здоровье. Но каждый понимает здоровье по-своему. Правда же? Обычно принято считать, что здоровье – это отсутствие болезней. Или нет? Но здоровье – это не отсутствие болезней. Здоровье – это адаптация организма к воздействию внешней среды. Если вы, когда воздействие внешней среды вас не разрушает, а развивает, тогда вы здоровы. А если вы не больной, но вышли на улицу, и вы слегка глотнули воздух, и вы сразу получили воспаление легких, вы нездоровый человек. Просто необходимо сместить акценты медицины в другую сторону. Не утыкаться в заболевания конкретно, а понять, почему у человека саморазвивающиеся, самосовершенствующие системы, любое охлаждение дает такое тяжелое заболевание. Почему паразиты в нас живут? Они не должны в нас жить, но они же почему-то живут. Почему мы наклонивши завязать свой собственный туфель, разстреляясь с острой болью? То есть где-то нарушена адаптация организма. И если мы ее восстановим, то любая нагрузка будет нас не разрушать, а развивать. Вот на это нацелена новая медицина, которую я вас хотел бы познакомить. Поэтому две цели для медицины. Создание адаптации организма к позиции внешней среды и расширение максимально возможной резервных возможностей. Что такое внешняя среда? Это психическое воздействие, это физическое воздействие, это эмоциональное воздействие. Сегодня девушка говорила, мне бы хотелось узнать о психосоматических заболеваниях. А любое заболевание психосоматическое. Потому что мы все реагируем одномоментно на воздействие психологическое, химическое и эмоциональное. Потому что мы всегда обмениваемся с внешней средой энергией, материей, информацией. Вот вы пришли в зал, и пошел сразу обмен информацией, я вам рассказываю, вы воспринимаете материи, вы вдохнули, выдохнули эмоциями, и поэтому человек всегда находится в состоянии обмена. Поэтому не бывает отдельно одного заболевания какого-то органа, не бывает отдельно одной системы, всегда нарушается адаптация к обмену материей, энергией и информацией. Следующий. Четыре основных пункта мы сегодня будем разбирать. Во-первых, что случилось с нашей неврологией, нашей любимой неврологией? Почему она сейчас находится в тупике? В каком тупике? Если вы посмотрели, все стенды неврологии заняты фармацевтической промышленностью. Мы как бы на игле у фармакологов, и выхода от него нет. Почему? Потому что нарушен закон неврологии, мы сейчас это детально разберем. Почему надо оценить работу в процессе нагрузки? Почему нужна система обратной биологической связи? И почему нужен холистический подход? Четыре основные принципы, которые меняют полное представление о роли медицины в восстановлении здоровья человека. И эти принципы друг другу взаимосвязаны. Следующий. Мне бы хотелось сказать первое слово, что когда мы говорим о болевых синдромах в спине, в тазу, в шее, в руках, мы говорим о дисфункции мышечно-скелетной системы. И должны понимать, что ей управляют две нервные системы. Соматическая и вегетативная. Мы почему-то привыкли говорить только о соматической нервной системе. А ведь вегетативная нервная система тоже дает реакцию на мышцы. И часто болевые мышечные синдромы – результат не только соматической нервной системы, но и вегетативной. Причем боль абсолютно одинаковая. И человек приходит с болью в спине, это может быть положение как соматической нервной системы, так и вегетативной. И нам очень важно это с первых этапов разделить. Почему? Разные методы диагностики и разные методы лечения. Следующий. Что такое соматическая нервная система? Это центральная и геофилическая нервная система, которая дает огромное количество импульсов к мышцам. Что такое вегетативная нервная система? Это комплекс симпатических поразимических волокон, которые также дают реакцию на мышцы. Посмотрите, перед вами комплекс рецепторов от кожи, от сосудов, от суставов, от собственных мышц, от воздушных органов. И весь этот комплекс идет целым потоком в задней ногах. И независимо от того, откуда она становится реакцией, реакцией, одна и та же мышца. И поэтому очень часто и патология внутренней мышцы, патология суставов и патология кожи дает больную реакцию абсолютно одинаково. И нам часто по жалобам очень трудно разделить, какая причина у этой боли. А если мы не нашли причину, то мы будем с ней только бороться. Друзья мои, человеческой организме победить нельзя, с ней можно только договориться. Поэтому очень важны эти два потока – поражение рецептивной нервной системы и поражение соматической. Соматическая нервная система, которая нам помогает, доступна из нервов, представлен центральный периферийский волоконный сердце. В чем ее отличие? У пациента соматическая нервная система реагирует на статодинамическую нагрузку. То есть у пациента боль будет зависеть от того, как он нагружает мышцы. И если пациент говорит, мне стоять больно, а сидеть легче, мне ходить больно, а стоять лучше, он может сказать, что есть статодинамическая нагрузка, провоцирующая боль, и есть нагрузка, которая будет легче. Для соматической нервной системы это принципиально важно. Мне нужна модель. Мне нужна модель. Идите сюда. Да. Садитесь. Хорошо ли видно молодого человека? Все ли хорошо его видно? Еще поближе ко мне сюда. Еще. Так, хорошо видно. Так, вы видите, почему я его выросил из его зала? Потому что он красив, правда же? Еще почему? Потому что у него одно плечо выше, чем другое. У него одно плечо выше, чем другое. Видно ли выше? Хорошо видно, что оно выше. Если лука выше, значит, места по прикреплению мышцы, значит, она будет при пальпации. Проверим. Я нахожу укороченную мышцу. Я смотрю, если мышца укорочена, обычно будут функциональные блоки в местах прикрепления. Вот такой закон, чтобы укрепить. Смотрю, насколько болезненно. Ай-яй-яй. У меня есть повод для мануальной терапии, для массажа, для обезболивающей, для релаксивающей, для физиотерапии. Или нет? Да, есть. Еще раз. А мы пишем пациент, садись. И говорит, у меня сильно болит спина, я не могу работать. Я работаю за компьютером, это целая проблема. Когда я седу за компьютером работать, начинается тянуть плечом, начинает отваливаться шея, возникает шум в руках головной воли. Я прошу 20 сеансов мануальной терапии. Я прошу 20 сеансов массажа, но боль сохраняется. Мы должны решить, это поражение соматической нервной системы или вегетативной. Соматическая реагирует на статодинамическую нагрузку. Я поставлю его. Что я сделала? Для позвоночника в принципе ничего, правда же? Я только ноги добавила. Убрала нагрузку сразу, посмотрите. А плечи стали равны. Видно, что равны плечи? Видно, что равны плечи. А как боль? Плохо. Еще раз сажу пациента, может я ошиблась. Для опоздавших. Ко мне на гимнастику вашу пришел пациент. И говорит, доктор, сильно болит плечо? Ай-яй-яй-яй. Я вижу, что плечо поднято. Я вижу, что ухо опущено. Вижу признаки укорочения. И пациент подтверждает это. И говорит, требует, дайте мне, пожалуйста, массаж. Я устал от мануальной терапии. У меня уже плечо болит от уколов. Я ставлю пациента. А плечи выравниваются. Плечи же выравниваются. От изменения стата динамики. И уменьшается. Это, скорее всего, характерно для поражения. Поэтому, когда пациент говорит, что у него боль возникает в положении стоя, но уменьшается в положении сидя, или наоборот возникает в положении сидя, в положении стоя, то есть боль мигрирует в зависимости от нагрузки, вы можете сказать, что поражается соматическая нервная система. И вы будете лечить соматическую нервную систему. Следующий. Посмотрите, пожалуйста, перед вами бегут лучшие люди нашей страны, которые получают золото на нашей стране. Я знаю, кто не добежит. А вы знаете? Кто не добежит? Во-первых, девушка, кто бежит в средине. Посмотрите, пожалуйста, какое огромное количество дополнительных ненужных движений. Во-вторых, девушка с этой стороны. Почему? Она не разгибает. Здесь сустав разгибается в коленном суставе, а здесь она вместе с тазом разгибает ногу, совершая изгиб в поясничном отделе позвоночника. Очень часто пациенты, у которых боль провоцируется движением, неправильно включают мышцы. Вместо одних мышц перегружаются другие мышцы. Но такой пациент будет использовать боль при движении, боль будет уменьшаться при ходьбе. Это поражение соматической нервной системы. Следующее. Следующее. Что характерно для этой боли? Если поражена соматическая нервная система, то боль купируется на тракции. Почему на тракции боль купируется? Потому что статическая нагрузка уменьшилась. И такой пациент всегда скажет, что в положении лежа ему комфортно. Почему? Потому что статодинамическая нагрузка уменьшилась. Давайте провоцируем пациентку. Волон, ты будет мой. Можешь, чтобы не тягать с самой пациенткой. Итак, я нашла, что боль у него в шее. Ай-яй-яй. Я делаю тракцию его туловища. И смотри, или шея, или туловисть. То есть все равно. Если эта проблема соматическая, то боль должна стать поменьше. Потянули? Потянули. А достаточно? Посмотрите. Я потянула шею. Потянула все туловище его. Видно ли? И плечом уменьшилась боль. И плечо опустилось. Этот пациент будет адекватно реагировать на воздействие на мышечно-скелетную систему. Только надо применить ее в определенном месте. Но то, что он на тракцию адекватно реагирует, говорит о том, что у него поражена соматическая нервная. Вегетативная нервная система. У вегетативной нервной системы импульсация из внутреннего органа переходит не только в внутренний орган, но и в определенные мышцы. И в этих мышцах теряется тонус. И тогда у пациента одни мышцы выключаются, а другие перегружаются. И возникает точно такой же болевой синдром. Следующий. Но этот болевой синдром не зависит от стата динамической нагрузки. Он зависит в определенное время, суток появляется. Пациент говорит, вы знаете, у меня сильно болит спина, как ночью. Вот с 5 до 7 утра такая боль невозможная. С 7 часов утра наступает, боль проходит. Почему? Потому что с 5 до 7 активен меридиан. А меридиан толстого кишечника иннервационно связан с квадратной мышцей спины. Он выключает квадратную мышцу спины и не уходите далеко. Мне нравится, как вы сидите. А другой говорит, а у меня плечо болит, невозможно сейчас вот до 3. Встать не могу, так плечо болит. Почему сейчас вот до 3? Какие меридианы? Печень и и желчного пузыря. А это ассоциативные связи между большой и грудной мышцей. Почему это важно знать неврологам? Потому что если у пациента боль связана с временем суток, у него поражена вегетативная нервная система и работа на мышечно-скелетной системе результата не даст. Второй вариант. Когда боль провокируется эмоциональным стрессом. Пациент говорит, вы знаете, доктор, у меня спина болит уже более 3 лет. С тех пор, как я не могу избавиться от чувства вины, или как только вспомнить про собаку, он начинает боль с киней. Система это психологическая боль. Если у пациента от эмоциональных воспоминаний усиливается боль с киней, это не мощная спиртная система, это ассоциативно-нервная система. Или уменьшается, а усиливается. Особенно ему становится больно, когда он в положении лёжа находится. Это пациент как говорят, на стуле спать хоть невозможно. Телевизор горёт, свет горит, глаза открываются невозможно. Как только лёг выключил свет, выключил телевизор, глаза открываются, я уснуть. Это вегетативный больной. У него возникнут какие-то ноющие, мажащие боли, то в пояснице, то в коленных судах, то в плечевых суставах. он никак не может найти положение. Это те пациенты, которые являются результатом нарушения лёгитативной нервной стуле. Ну что, как вы сидите? Хорошо сидите? Или нет? Удобно. Спинку поровнее поставьте, пожалуйста. Я смотрю, у моей пациентки тоже асимметрия плечевого пояса. Хорошо ли это видно? Видно ли асимметрия плечевого пояса? И тоже есть болевый синдром. Я не расслышала. Ай-яй-яй. У неё есть ребер, я вижу, и здесь имеется болевый синдром. Ай-яй-яй. А станет ли ей легче, если я сделаю просто тракцию? Я просто беру за голову, видно ли, и делаю лёгкую тракцию. как бы освобождаю спинно-моговые нервы от давления, если они были сдавлены. Смотрю, что ещё у нас в результате. Ай-яй-яй. 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 Скажите мне, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Смотрю здесь, и боль усилилась. У пациента боль не умеет сотраживаться на воздействии, а усилилась. Я не могу с девушкой сраться, с девушкой, сраться, сраться. Мужчина сложен для страданий, вы же знаете. У нас. Как птица. Сраться-то умеете? Мне тоже не нравится, как молодой человек сидит. Во-первых, он сидит в кухню уже, видите как? Он не может спину держать. Во-вторых, у него имеется спазм со стороны малогрудной мышцы. Ай-яй-яй. Сраться-то умеет. Я крылью. Сраться-то умеет. Здесь. 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 Я хочу узнать, эта боль у него вегетативная или соматическая? Я делаю тракцию и смотрю. Как боль? Сраться-то умеет. Бой стал поменьше. Если у пациента может быть меньше, то есть проблемы со стороны соматической. Молодой человек, синий курточки, идите. Угу. Не-не-не, вот это, молодой человек. Да-да-да. Я вас не хочу беспокоить, извините. Нет, посидите, пожалуйста. Не посидите. Я хочу сначала, чтобы вы просто поняли принцип работы разных нервных систем. Спинка ровненько. Кричать умеете? Да, больно. Да, больно. Ай-яй-яй. Ай-яй. Когда из зала смотришь и человек кричит, ай-яй-яй, то вот я когда сидел, мне казалось, что это специальные люди кричат. Я хочу, чтобы вы посмотрели, какая разница в реакции. Он делает дополнительную массу движений, он сгибает руки, он задерживает дыхание, он покрывается красными пятнами, у него становятся мокрые руки. Только от того, что я пропальпировал. Ай-яй-яй. Да, ай-яй-яй. 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 Ну, какие дополнительные движения он делает? Подводите на него. Я цовица. Это цовица. Если это боль соматическая, то от того, что я делаю тракцию, станет логичнее. И тем более эгитативно станет хуже. Я хочу узнать, что я делаю тракцию. Видно, что тракцию делаю? Освобождание золотковой оттенциальной жизни. Что изменилось? Ай-яй-яй. Ну, это не больно, что я не могу помочь. Когда вы соматите ноги, едут. Или я... Нет, на лицо это выгласил. Если употребляем боль от тракции соматической жизни, то он не может наведить как именно нежно. Вот такого употребления его синдром провоцируется, когда он ложится. Убук снять, да? Не надо. Это будет очень плохо. Пациент лег, он погрузил позвоночник. Правда? Я смотрю, волевой синдром. Больно. Если у пациента положение лежа отболь сохраняется, то, скорее всего, страдает вегетативный непосредственность. Понятна ли первая разница? Я хочу еще раз повторить. Когда к вам пациент приходит с болевым синдромом, вам нужно решить, какая система поражена. Замужение или вегетативное. Сейчас я закончу. Для этого вам нужно посмотреть, как эта боль реагирует на статогеномическую нагрузку. Если пациент конкретно может вам сказать, что есть положение, которое усиливает боль и положение, которое уменьшает боль, то это поражена сама мощность конкретная система и тогда воздействие на нее будет эффективно. Если пациент от любого аттракционного воздействия только усиливается боль, и пациент говорит, доктор, вы знаете, мне отправили на массаж, до массажа я дошел, а после массажа я встать не могу, у меня все обострилось, у меня все будет невозможно. Это, скорее всего, поражена вегетативной нервной системой. Она не выносит реакции к прикосновению на вегетативную, на любую статогеномическую нагрузку, возникает только провокация боли. И боль усиливается в положении лежа. Запомнили? Ваш вопрос был. А обе системы отходят, потому что поражены? Они всегда поражаются вместе, но сначала убирается вегетативно-нервная система. Соматическая система только тогда, вегетативная система только тогда реагирует, когда соматическая не справляется. Например, участок ишемии на уровне какого-то сегмента спинного мозга. И тогда включается патологическая реакция вегетативной нервной системы. Но надо сначала убрать вегетативные нарушения, чтобы мышцы вегетативной системе не адекватно реагировали. нарушения. Еще, 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 еще. Стоп. Теперь вопрос второй. Если пациенту больше не на статодинамическую нагрузку, то как найти причину вегетативную? Почему это важно? Потому что по закону нервной системы при компрессии нервов возникает гипо-тоне, гипо-стезе и гипо-реплексия, а спазмы укорочения возникают в компенсаторной перегруженной нервной системе. Поэтому если человек приходит к нам с укорочением и спазмом мышц, мы как неврологи понимаем, что это вторичные нервы. И где-то есть гиперстония, гипо-стезе и гипорефлексия. И поэтому если мы пытаемся к растению укороченной мышцы, мы по законам неврологии вредим организму и помогаем. Или нет? Ну, так, законы гиперстония не работают. И если где-то возникает боль, значит, где-то есть место, где мышцы не работают. И нервы где-то не работают. И нам нужно найти это место. Если у пациента возникает боль в положении сидя, боль шеи, но в положении сидя. Если это боль сочетает в положении стоя, вы не любите это. Давайте я подержу вашу. Пойдите водички пожалуйста. Пойдите пожалуйста. День потому что вы любите себя. Я это не начало. Здесь положение стоя. Стоя нет. Значит нагрузки и мышцы этой системы не испытывают. Правда? А и же нет. Когда он стоит и нервная система работает в теваре. Что-то происходит с ним и он 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 что-то пытается компенсировать. Что он и и он и и садится. Это нестабильность таза. Правда? Не стареет его таза. Почему? Потому что и так много таза. А когда он садится, скорее всего нестабильность в области таза, тазовые кости расходятся и он пытаясь нестабильность таза компенсировать плечом и поэтому болит плечо. Вот такого пациента не надо лечить плечо. Это компенсаторная реакция. По законам неврологии мы ищем место, где есть гипотония, гипостезия и гипорефлексия. Если мы берем причину, боль пройдет. Ремень есть? На мне. Снимайте. Если действительно причина в том, что таз нестабилен и тут компримирован седалишные, верхние, нижние, ягодичные, половые нервы, то когда я просто искусственно зафиксирую таз поясом, я не лечу пациента, я просто искусственно фиксирую таз поясом, чтобы кости таза не разочарались в положении сидя. Если сейчас попаду в это положение, то все готово. А ниже стало, и боли исчезло. Как работает неврология, я не знаю, чем вы занимаетесь. Я прошу почти не всех остальных снимать. ко мне пришел пациент и говорит, доктор, у меня сильно болит шея, когда я сижу за компьютером. Чтобы боль болит шея, как болит шея. Болит голова, я не могу работать. Чтобы боль у меня ушла, я могу встать и покажу немножко. Покажу, покажу, что болит. Как только сожжут, начинает болит. Пациент сам говорит, что у него поражена соматическая нервная система. Потому что боль провоцируется положением нахер. Чем не стабильности находится ни в шеи, ни в грузной диафразии, ни в зону, на которой он сидит. Как только набирает нагрузку стаза, он же убрал нагрузку стаза. Лечить в шейном отделе преступление, потому что его пить это не полезно. Мышь совершенно не нужно. Надо заниматься месцами тазом. Но он про таз ничего не знает. Потому что там гипотонье, гипорефлексия. стабилизируем если мы стабилизируем мы пытаемся найти причину. Стабилизируем таз. Уходит и плечо вместо входа в то, что он не станет, становится плечо. Поднимитесь, пожалуйста. прическа представьте как пропускается. Боль проходит. То это неспецифическая боль. Результат статической перегрузки шеи компенсаторной. Которая стабилизирует нестабильный таз. как девушка хорошо сидит. Не могу так криво сидеть. Пришла молодая красивая девушка. Села на первую парту. Я смотрю, сидит очень печально. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не буду говорить сильно ай-яй. Хочу узнать, может быть это проблема самотерская. Встали на ножки. Как только встала на ножки, плечо сразу опустилось. Видно, плечо опустилось. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Как только села, плечо сразу хопс, поднялось. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не говорю про снести для некоторых. Но нельзя это плечом массировать, нельзя это плечо разминать, нельзя это колоть, нельзя снимать блоки с этой шеи. Ни в коем случае надо просто ее поставить. Хорошо. Надо просто ее поставить. А лидер мануальной терапии с ней оттек 0,0,0,0.1. И здесь сеансов мануальной терапии на шейном отделе позвоночника. у нас же сейчас мануальный центр рядом с нейрофюргией смоцирует. Собирали походить не надо. что-то формирует, надо же понедлечивая. Надо только спросить, что вашу боль провоцирует. И пациент скажет, что вашу боль провоцирует. Ладочек, можно вас на секундочку? Я пытаюсь найти глаза, которые меня трудно понимают, потому что есть люди визуалы, есть люди аудиалы, есть люди кинестетики. Ай-яй-яй! 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 Садись! Можешь куровненько. Ага! Ай-яй-яй! Вставали! Пациент испытывает боли в положении стоя. Я не слышу, что-то вы испытываете. Больно, да. Визни, нацадите нас своими страданиями. Нет ничего более приятного с боли визни. Я прошу вас. Садитесь. Пациент села. Странно. Спинку ровненько. Как только она села, плечо поднялось. Акачо опустилась. Ая-яй-яй! Да. Как только она встала, плечо сразу поднялось. И так еще поднялось. Видно, плечо поднялось. И так как только она села, что-то изменилось в шее. То, что было выше, стало ниже. Значит, проблема не в шее, и проблема не в тазу, а в ногах. Потому что кольца промокируется не села, а села. еще раз. Молодой компьютерщик, почти гений, имеет постоянно спазм нижней косой мышцы головы, синдром позвоночной артерии, состребован с гипотрофией, гипостезией, с мокрой и холодной рукой постоянно. Видно, какая у него рука? И с постоянной болью в шее. Боль у него проходит, а он становится. Мы будем лечить таз. у этой девушки в положении сидя все прекрасно. У нее ничего не болит, она может сидеть как угодно. В плечике ровно, но когда она в тазе, у нее тут же происходит. Возникает что-то. А я громче кричать, буду меньше болеть. Хорошо. Если проблема связана в ногах, я могу найти ногу, которая не устойчива. Или нет? Я ставлю одну ногу. Вот сейчас на одну ногу. Вот сейчас на правой ноге. Видно, на левой. Видно, что на левой ноге. Правая нога не работает. Смотрю плечи. А плечо левое опустилось сразу же. Боль? Нет. Что-то боли. То, что левая нога здесь не спичит. Только встала на правую ногу. Посмотрите, как плечо поднялось. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Снимите ноги. Ай-яй-яй. Снимите ноги. Ай-яй-яй. Так работает система. Это рефлексы. Это миотатические рефлексы. Ничего нового. Я пока ничего нового не сказала. Я только еще собираюсь сказать. Законы нервной системы. Если поражена периферическая нервная система, будет гипотония, гипостезия и гипорефлексия. И этот регион не будет реагировать адекватно на катодинарическую нагрузку. То есть статика для нее уже травматична. Посмотрите, ножка не стоит, крючо заболело, бок заболел. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Если эта проблема в ряде травматической нервной системе, то всегда есть преимущественное поражение какой-то ноги. Когда она стоит на левой ноге, она не здесь крючо опускается. То есть левой ногой заниматься. Не нужно дозаниматься. Снимайте ботиночки. Мне нужны ваши пальчики. Капец, что у вас такие красивые. Сладь сюда ножками. Хорошо, теперь хорошо бегут ноги. Мне надо понять, почему правая нога стала нестойчивой. Как нестойчиво, что заболел правый бок и заболела левая ночь. Я думаю, может быть каприз глубины мозгового нерва. Может такое быть. Как забор гипоти большого пальца будет гипотоничен. Правда, нестойчиво. поднимите пальчик. Нет, друзья мои, рефлекс не восстанавливается. у этой пациентки уплощена вот с тобой. Но ей противопоказано, потому что это не причина со стороны глубокой малоберцовой нервы. я фиксирую на ловко малоберцовый хорошо ли это видно? Поднимайте пальчик. Давите. Нет. Может это на уровне седали что-то идет. Может на уровне давить. Да. как только я сжала мышцы таза еще раз у меня рефлекс остановился. И грушевидные мышцы и седали на ловко гипотоничный процесс который вызывает капель вверх и гипотоничный всех мышц стопы и более ведра которые приводят к гипотоничному гипотоничному требуют провокации со стороны поясничного отдела и гипотоничного ко мне пришла молодая девушка у нее тот же сам клинический синдром сервика брахеология резко напряжено плечевое плечо боли в шейном болотнике вот там надо не сервика брахеологии синдром гипотоничного я хочу узнать почему вы такой молодой красавицы почему развлекли у нас левый левый я хочу знать есть ли она где-то имеет спазмированные мышцы где-то мышцы гипотоничны я начинаю менять ее нагрузку положение синдром в шоке как только расходится когда я сижу у меня ничего не болит я смотрю нагруженные плечи упорученные в шоке и вольт проходит вольт проходит а это означает что она была компенсаторная она а что это компенсировало что что-то мне в положении стоит потому что стоя она 여기는 боли положение стоит но не является провокацией нагрузки какая правая нога я поэтапно кладу на левую ногу смотрю и вижу когда она стоит на левой ноге все благополучно потом меняю ноги и когда она стоит на правой ноге появляются самы боли плечи и боль в поясничном отделе Где-то нестабильность ноги. Если у нее нервная система работает хорошо, то рефлекс со стороны мысли нормальный, правда же? Много она поднимает пальцы, но сейчас она поднимает пальцы. И я вижу, что результат прекрасный. Но когда она поднимает пальцы с другой ноги, резко не поднимается. Значит, это не классно. Потому что если я не знаю, как мы смотрим рефлекс, мы же смотрим, что положим. А лёжа у него нет, и боли у них нет. И рефлексы, понимаете, пальчик. И рефлексы с другой стороны, и с другой стороны с другой стороны с другой стороны. Потому что нет на русский атоматическую нервную систему. Поэтому, когда мы смотрим пальцы с болью в шее, с болью в шее, смотрим лёжа, мы не должны его нарушить. Потому что надо, чтобы это смотрится в тюрьму, потому что не боль, а не провоцируйте. Это непонятно? Нет, обязательно. Если у вас нарушена в проводнику, у вас есть функция исходно, на данный момент у вас будет гипотомик, и у вас не уже лёжа. Зайфона восстанавливать не нужно. Но если ко мне пришёл, спросил тебе, доктор, я не могу стоять, у меня возникает боль. То, что надо смотреть его, не когда он уйдет, а когда он... С одной стороны пальчик я смотрю, поднимайте пальчик. Прекрасный рефлекс. И с другой стороны прекрасный рефлекс. Потому что нагрузкой она не испытывает. Она испытывает боль в стороне. Она испытывает боль только в положении стоя. И в положении стоя надо смотреть её рефлексы. И когда пациент максимально расслаблен, а когда максимально нагружен, и тогда мы найдём скрытую, понимаете, скрытую компрессию. Все, я хочу вам ответить по боли в спине, все рефлекторные неспецифические синдромы – это результат скрытых компрессионных синдромов. И потому, что мы неправильные эксплуатации, мы не можем сходить в спине. И по причинам, что я активирую это место, я приведу к вас в основном рефлексе. Не важно ничего. То есть, я сжимаю, может быть, целый костей, смотри, может быть, здесь напрямую. И вижу, что здесь ничего не уходит. Но когда я сжимаю, я получаю результат. Значит, я буду заниматься седалищным неспецифическим компрессором грудной мышцы. Мы не на уровне грудной мышцы, мы не на уровне грудной мышцы. И я могу смешно выйти на причину, которая вызывает болевой синдром. Потому что положение стоит, но это естественная позиция. Это смешно, что положение стоит, не бывает боли, не правда же? Но когда есть какая-то вещь, она пытается здесь зафиксировать, а здесь поднимает. Мы получаем болевой синдром в поясничном отделе и в шейном отделе позвоночника. Спасибо большое. Следующее. И когда у пациентов не ходили, говорят, когда какие-то не включатся движения. На ключе, когда вы понимаете, что он делает экстензию как-то донесет. А на этом, что это бывает, что это бывает. Поэтому пациент пытается сделать движение экстензию. Экстензию как-то донесет. Но он делает не только донесет, но и славится в пояснице в автомобиле. И когда это происходит, что у вас есть, при компрессии верхнего и нижнего ягодичных нервов. И пациент при ходьбе поднимает ногу в квадратной пояснице. И поэтому болит спина. Вы знаете законы нервной системы. Если где-то есть боль, значит где-то нет работы адекватной. И всегда пациент скажет, если болит спинтензия бедра, значит не включаются мышцы. А как это движение? Шеи и ягодицы. А вот у того, как возникает, возникает рефлексия бедра. Значит не работают прямые мышцы бедра. Поэтому знание закона биомеханики позволяет найти причину. Чуть-чуть назад. Еще раз. Еще раз. Не перескать. Не перескать. Поэтому. Определяется уровень компрессии. Автоматических мерах. Проверяется перегревийский уровень активации. Делается динамичная статическая переобучивка. И активация мотовисцеральных рефлексов. В прошлом веке, в 50-х годах, были работы Ивана Петровича Павлова. Вы помните, может быть, по поводу собачек, которых пищеварительный рефлекс активизировали? Те собаки, которые были пропиривны неудачно, и у них был воспаленный желудок, наутро не могли встать, у них лапы разъезжались. Когда это стало уже закономерностью, всех отработанных собак начали экспериментировать. Вживляли электродвовнутренние органы, записывали электромиографию мышц. И оказалось, что раздражая орган, можно получить электромиографию определенной группы мышц. Особное учение на мотовисцеральных рефлексах. Что активизируя определенные мышцы, можно восстановить функцию внутренних органов, имеющих общую нервацию. Ну, вы уже не дожили, вы все молодые, наверное, до этой гимнастики. Вы, наверное, дожили, не было при вас. Кто еще в прошлом веке работал? Вы, наверное, помните, была такая гимнастика. Гимнастика при почках, при сердце. Помните, да? Это вот разработка... ...по мотовисцеральным рефлексам. Определенный групп мышц активизировала внутренние органы. Но эта гимнастика недолго существовала. Почему? Потому что начали появляться обострения. И вместо того, чтобы улучшить функцию органа, очень часто получали обострение органа. И вы сейчас узнаете почему. Когда аппаратно-автоматическая нервная система у них уровень компрессии с аппаратно-автоматой нервов, работают все перечисленные уровни, и проводится динамическое и статическое переобучение. Следующее. Это все уровни компрессии, которые разобрались. По сути, я не буду на этом останавливаться, это для неврологов вообще известно. Следующее. У нас очень много занимается статическим и динамическим переобучением. То есть, когда мышца долго не работает, ее пытаются включить в движение. И есть специальное упражнение, которое направлено на ее активацию. Сначала мышца растягивает, как правильно укоротить, и приведет места приключения. А потом проводят специальные технологии. Когда у человека оптимизируют правильное включение мышц выполняемое движение. Например, когда у человека долго поражена стопа, то это не просто движение мышц по-другому пальцев. Потому что движение мягкости начинается с пальцев. Когда у пациента не уменьшилась опора, когда он уменьшается опорой, когда он уменьшается опорой, и человек пытается компрессировать, стабилизировать тело. И эта гимнастика бывает очень эффективна у пациентов с поражением соматической нервной системы. Но очень вредна с поражением вегетативной нервной системы. Результат двигательной реабилитации такого рода не приносит эффекта. Почему? Потому что в вегетативной нервной системе имеются свои вегетативные рефлексы. У самотической двигательной рефлексы, а у вегетативной рефлексы. Когда она патологически активизирована, активизуются вегетативные рефлексы. Вот ведь какая печаль. Это много висцеральных инфекций, которые работают мышцы. Мы запускаем расширку. Следующий. Очень много сейчас фитнес-центров появилось. Я работаю с нагрузками. И эти нагрузки очень эффективны только тогда, когда нарушена функция соматической нервной системы. Я просто сделаю маленький экскурс, чтобы было понятно, в чем будет разлить. Для вегетативной нервной системы парадокс заключается в том, что активизируются не мышцы висцеральные рефлексы, а висцеромоторные. При патологической активности вегетативной нервной системы висцеромоторные рефлексы. И в ответ на вашу статодинамическую нагрузку человек реагирует вегетатикой. И в первую очередь реагирует внутренними органами. И поэтому нагрузка происходит не на мышцу, а нагрузка происходит на внутренний орган. Следующий. Следующий. И у такого пациента любой массаж, любая мануальная терапия не будет эффективна не потому, что эти методы неэффективны, а потому, что у него поражена другая нервная система. А нервная система заключается в чем? Как соматическая, так и парасимпатическая, так и парасимпатическая по-разному реагирует на внешние воздействия. Особенно страдает парасимпатическая нервная система, потому что в основе активации парасимпатической нервной системы идет рефлекс паралича при страхе. При любое внешнее воздействии, механическое, психическое, звуковое, световое, человек замирает. Как паучок замирает? Вот так человек замирает. Этот рефлекс нужен ребенку во время внутриутробной жизни. Зачем? Для того, чтобы себя уберечь от повреждений. Вы же знаете, когда беременная женщина часто попадает в аварии, при женщинах устраняется ребенок цел. Почему? Потому что в ответ на механическое воздействие возникает гипотония, гипокапния и гипостезия. И это позволяет ребенку родиться. Когда ребенок рождается, он ничего не чувствует, он в гипотонии, в гипокапнии, в гипостезии. Но когда ребенок родится, возникает что у него? Переход парасимпатического. Вот, например, он открывает гипотонус, появляется гипотонус и рез и крик. А если есть, то есть рез и крик, а если и в глубокий вдох, то есть очень часто. И где находится патологическая операция. на любое механическое химическое эмоциональное воздействие чек реагирует никакого механического действия на тело он может найти положение удобного в горизонтальном положении у него часто боли и усилительное положение лежа я бы не говорил об этом мы все это время занимаемся весами на футбольном поле спасения молодые, здоровые, крепкие, выносливые люди при физической нагрузке не превышающей кредерной возможности тренировок умирает внезапно почему? кто скажет? потому что возникла патологическая активность вегетативной нервной системы он такой же бывает у младенцев вы знаете синдром внезапной нервной смерти это та же самая ситуация никто не смотрит как работает вегетативная нервная система мы вообще ее не смотрим она вроде есть вроде и нет поэтому очень часто самое естественное воздействие мы просто его столкнули он теряет координацию падает и начинается травма начинается на внешне почему? потому что во время эмоциональной во время спортсменов это эмоциональная перегрузка перегружается в дистанционную систему активизируется пара симпатических и в этой поверхности это не только инфарция это учебление говорит пищеводного отверстия почему учебление говорит пищеводного отверстия это фрагма отреагина возникает желудочное кровоотвержение обостряются язвенные процессы огромное количество потому что когда работает вегетативная нервная система срабатывают и сцеромоторные рефлексы на воздействие дверь откройте пожалуйста проходите проходите не стихнете вегетативное воздействие организм реагирует внутренними органами поэтому так лучше тяжело вылечить потому что мы все говорим я воспринимаю проблемы с сердцем это говорит о том что у нас активизированы виспроме почему такая тесная связь между мышцами и органами потому что они имеют общезонную ситуацию посмотрите пожалуйста мышцы живота для нас и поэтому очень часто когда по какой-то причине возникает активность нервной системы активизируется активизируется как узнать виспромоторные рефлексы гипотомия этих мышц не как результат компрессии соматического нервы а как результат патологической активности внутренних органов гипотомии будут гипотомия гипотомии 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 у каждой нервной системы есть свои задачи когда человек рождается соматическая нервная система еще не зрелая но очень активно вегетативная нервная система и тогда у человека две задачи какие расти и защищаться поэтому человек за год в сколько раз увеличит вес в 10 раз увеличит вес в 10 раз увеличит вес представляете это на сколько есть поэтому максимально активизируется но увеличивается ребенок растет то есть цель организма максимально усвоить вищу увеличить свой вес и защититься от агрессии поэтому если ребенок кричит его слышно на четвертом этаже в дальнейшем воздействии возникает дурная генерализованная реальность на любое внешнее воздействие потому что цель защититься и поэтому для ребенка остается внутренних органов первознать первознать цепенно потому что надо пищу принять надо пищу усвоить и надо построить организм и поэтому у ребенка в норме имеется масса вегетативных рефлексов хватательные верхнезащитные низкнезащитные сосательные у человека нет вегетативной вегетативной нервной системы но благодаря каскаду примитивных он вполне справляется с пищеварением и с чем? и с защитой у человека мышцы управляются сложными двигательными реакциями направленными на защиту или на усвоение пищи когда созревает соматическая нервная система они находятся в зачастом состоянии потому что в управление входит соматическая нервная система она адекватна она разумна она экономна то есть если человек оттолкнул то он сначала подумает потом скажет но когда возникают условия для ишемии мозга особенно головного мозга или спинного мозга а это просто и мы даже этого не подозреваем то на этих зонах там пицца точно активизируется и с таким на нервной системы но она приходит со своими законами и у всех активизируется верхний хватательный нижний хватательный ландау репеструющих страхи и он на внешнюю среду реагирует не соматическими нервностями и вегетативными и ваше воздействие на мышц-клеетную систему активизирует вегетативные рефлексы а они еще больше запускают вегетативную нервную систему и поэтому выход из этого очень сложно найти у всех молодых всем почетствуют локоть я жду пока она к нему дадет прочерить поэтому когда у человека активизируется вегетативная нервная система то у человека при патологии внутреннего органа возникает гипотония определенной группы мышц и мы эту гипотонию можем найти но чтобы с ней справиться надо работать не на мышечно-клеетной системе а надо работать на вегетативной нервной системе и тогда успех будет достаточно это несчастные собачки следующее следующее какие задачи когда имеется поражение вегетативной нервной системы точно такие же определение уровня компрессии вегетативных нервов ведь так же как соматические нервы есть же вегетативные нервы нарушения и они тоже подвергаются компрессии вы представляете как это часто бывает восстановление периферийского уровня иннервации на уровне внутреннего органа а не в верхней мышце его вегетативных рефлексов у пациента с вегетативными нарушениями надо не динамическое переобычение вегетативных рефлексов это другая гимнастика это другие упражнения и убирать патологические рефлексы чтобы внутренний орган не ингибировал тонус скелетной мышцы именно у этих пациентов активно бывает висцеральная терапия потому что каждый внутренний орган имеет собственный биоритм движения этот биоритм движения очень часто бывает нарушен и я об этом чуть попозже расскажу следующее о каких вегетативных нервах я в мире имею в виду в первую блуждающие нервы вы помните блуждающие нервы надо нам букву проходит до шейного отдела позвоночника вдоль грудной клетки переходит через грудную диафрагму и захватывает огромное количество внутренних органов это один и тот же нерв при его комплексе на разных этапах возникают нарушенные функции множества внутренних органов возникает патологическая активность мышцы ароматурных у человека нарушается пищеварение у человека возникает вегетативные нарушения эмоции страха гнева а проблема может быть только вегетативных нервах у такого пациента всегда снижается тонус брюшных мышц как передних как прямых как наружных и это легко определить даже вам не знаю висцеральной терапии у такого пациента весь живот вываливается вперед то есть в ответ на статодинамическую нагрузку мышцы не сокращаются а наоборот не управляются это такие простые тесты вам позволят определить что у пациента поражена не соматическая а гетативная нервная система очень много в этом случае помогает использование висцермоторных связях когда мы проверяем рефлексы в мышцах не пристатодинамической нагрузки а пытаемся каждую мышцу провоцировать изометрическому сокращению смотрим как реагирует на состояние будет сейчас немножко расскажу сколько у нас времени осталось посмотрите чтобы я могла закончить материал два часа а сколько заканчивается сколько осталось времени кто скажет не слышу 15 минут следующий почему так внутренние органы часто страдают даже не представляете как часто страдают внутренние органы а мы о них ничего же не знаем как работает желудок как работает кишечник но иногда знаем как работает кишечник но очень опосредованно почему так часто возникает потому что много органов прикрепляется к кишечнику посмотрите как прикрепляется кишечник мы начинаем делать мануальную терапию тазовых костей мы думаем о том что мы собираем тренировать связь кишечника в грудной клетке в грудной клетке прикрепляется двенадцатый костная кишка почка лежит на или апсоус сколько раз мы расстегиваем или апсоус не понимая что мы сравним не только или апсоус на почку а посмотрите какая красивейшая картинка со стороны связок легкого вот это представлено легкое видно что легкое представлено а это огромное количество связок к трахеи к пищеводу к мышцам к суставам и к позвонкам когда нарушается функция легкого возникает укорочение этих связок и травмируются все прилежащие органы а вот это сердце посмотрите пожалуйста оно как Иисус Христос распятое между позвоночками и грудиной сколько раз мы все хрустим позвоночек в межлопаточной зоне а кто бы подумал как на это реагирует сердце мы привыкли заоборот только на позвоночке правда же и думал что он такой глупый сделать сам себе функциональные блоки а ведь это тоже для чего следующее очень часто когда у пациента нарушается функция блуждающего нерва нарушается функция диафрагмального нерва и нарушается биомеханика внутренних нарушается когда человек делает вдох он не просто вдувает живот он активизирует определенные внутренние органы которые двигаются в конкретном направлении и если грудно-брюшная диафрагма нарушает свое дыхание нарушается динамика движения и поэтому возникает часто травматизация внутренних органов вот посмотрите а это уже выдоха посмотрите уже фаза выдоха и вот совсем другие движения почему это важно на секунду посмотрите как вы сидели сейчас и вы надеете что у этого пациента будет хорошо работать внутренние органы восемь часов в таком положении видно как она сидит а как она дышит знаете как она дышит вдохнули вот как она дышит в верхнем отделе клетки такого человека нельзя вылечить потому что он не активизирует беду брюшную диафрагму он интенсивно почему-то ее пытается защитить видно ли я уже не говорю о гипотезе мозга он будет ставить шейный отдел позвоночника ай-яй-яй 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 а я вам приду с эрико-брахиалгии я хочу узнать например, про жена вегетативу или самотерико я не знаю давайте посмотрим ай-яй-яй 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 видно ай-яй-яй пациент говорит и сидя больно и стоя больно ложитесь говорю ей на спинку теперь достаток динамической нагрузки какой нет теперь должен быть наоборот покой или нет не soluется сама эй-яй-яй ай-яй-яй ай-яй ай-яй ай больно больше не удерживан боль должна а зачем avasir посоти на véhic thumbs я уже борюсь Я не понимаю, что такой короткий срок, мало чему можно, но чтобы хоть немножко переводить мышление Мы не направили таких пациентов на массаж Она не переживет, она действительно не перенесет Она не переживет этого Не назначайте ей, посадитесь Мануальная терапия на шейный отдел позвоночника Ничего вы не сделаете Потому что это реакция, не соматическая медная система Это реакция, не соматическая медная система Я не знаю, насколько сложно я рассказывал Просто мне вот так хотелось, чтобы вы не услышали меня Потому что есть масса пациентов, которых мы лечим, а мы лечить не можем Потому что лечим не то, что болит Не причину лечим, лечим компенсацию У этой пациенты лечить невозможную мышечную систему Надо разбираться с причинами лекитативных нарушений Далеко не пойдите Пожалуйста, следующее Почему грудно-брюшная диафрагма так часто вызывает нарушения? Потому что посмотрите на уровне пищеводного отверстия Какая масса лечитативных нервов Следующее 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 А некоторая часть нервов проходит внутри лестничной мышцы И как только у пациента возникает компрессия диафрагмального нерва Нарушается иннервация грудно-брюшной диафрагмы Нарушается дыхание И страдает не только сама грудно-брюшная диафрагма Но и страдает грудно-брюшная Следующее Посмотрите Вот здесь проходит блуждающий нерв вместе с диафрагмальным нервом Они тут один друг к другу рядом приближены Следующее Посмотрите, как они красиво проходят вдоль позвоночника С правой и с левой стороны И поэтому Очень много возможностей для компрессии диафрагмального и блуждающего нерва И нарушается соматическая и вегетативная нервная система Следующее Один нерв проходит и второй нерв проходит Следующее Посмотрите, пожалуйста, какой каскад вегетативных сплетений происходит По переднему и задней поверхности грудка А огромное количество пациентов компресса с грыжей пищеводного отверстия Потому что если нарушается функция диафрагмы То одна диафрагма сокращается, а вторая не сокращается И при вдохе ущемляется кардиальный отдел желудка Придавливая вегетативные сплетения И поэтому таких пациентов эффективна будет не мануальная терапия Эффективна будет висцеральная терапия, функция груда-брюшной диафрагмы Рефлексотерапия и эмоциональная коррекция Эмоциональная коррекция необходима для вегетативных больных А не для соматических Не надо путать эти две категории Если у него поражена вегетативная Не смысл заниматься соматической нервной системой Перед тем, как вы перейдете на перерыв Я хотел бы только два слова сказать вам про примитивный рефлекс Дело в том, что в организме человека Когда он был маленький Был у него вегетативных рефлекс Например, не хватательный В норме он у человека давно редуцирован Но если у вас имеется поражение нижних отделов вегетативной системы То очень часто вегетативный рефлекс активен И такой пациент постоянно активизирует вегетативный рефлекс при ходьбе Такие пациенты не переносят провокации Со стороны любого прикосновения к подошве Есть ли такие пациенты? Это активный вегетативный рефлекс нижних хватательных Следующий Посмотрите, пожалуйста Это активный верхних хватательных рефлекс Его суть Когда кладу подносится к ребенку Сжимается рука Сгибается локоть Еда подносится к А рот что делает? Если у вас хватательный рефлекс активен с одной стороны То с одной стороны при работе руками У вас постоянно активизируются мышцы Височного и нижнечерственного сустава А они прикрепляют аккортирую черепа У вас нарушается краниальный ритм Затрудняется венозный отток Появляется сосудистые нарушения Я хотел, чтобы вы насладились Перед тем, как мы с вами просим Сожирательным условием Я хочу узнать у вас Как работает ваш отживательный мускулатур Ой, какой красивый Открыли рот Все открыли рот и положили так руки Сюда положили спереди Закрыли рот Открыли Чувствуйте ли мышцы спереди? С одной стороны их немножко С другой стороны огромное количество мышц Я не могу женщин страдать Я хочу, чтобы вы видели этого красавца Вот посмотрите на его асимметричное лицо Вот половина лица с одной стороны И половина с другой стороны Вот посмотрите Видно ли асимметрия? Вот духи даже сняла Видно? Да Если его показать Он степатул Он начнет шевелить кофе Торзию будет искать А мы будем искать причину Зачем? Зачем организм создает торзию Когда она им противоестественна Даже нарушает краниолит Зачем? Потому что когда он открывает рот У него по-разному включаются мышцы Резкая мышца с одной стороны И отсутствие мышц с другой стороны С одной стороны постоянно мышцы При жевании При разговоре Больше отмечаются И для того, чтобы Противоступать к фиксации Возникает дополнительная блокада кости Черепа по этой стороне А он мануальный терапевт Он постоянно Будет работать Нам все не хватает Неврологического образования Это так упущено Потому что стартапевт создавает Возникающие как специалисты С фаустопатическим технологиям А это же неврология Это же неврологию тоже нужно знать Надо понять, почему у молодого У мужчин активизирует Вегетативные рефлексы Верхне хватательные По какому уровню спинного мозга И почему причина его какая Потому что если он Не установит нормальную Тонусную регуляцию Жевательную мускулатуру С правой и с левой стороны То при каждом Открытии рта Открывать рот У него смещается Через сторону Видно, что смещается Через сторону Потому что напрягается Мышка с этой стороны Фиксируется основная кость максимально Фиксируется верхняя челюстная кость И пока мы не разберемся С этой причиной Разбираться с другими Костными структурами бесполезно Потому что вегетативная Нервная система Всегда сделает так, как ей нужно Костные структуры Всегда пассивные Функциональные блоки Всегда честно создаются Правда же? Они создаются мышцами Мышцы управляются нервной системой И поэтому Потому что Часто в регуляции Соматической нервной системы Включается вегетативная А мы ее не замечаем Мы ее не анализируем Мы ее не диагностируем Мы ее не редуцируем А пытаются добиться До соматических комплексов А это бесполезно Поэтому Мне бы хотелось Перед тем, как с вами Расстаться на перерыв Еще раз напомнить Что когда человек Неадекватно реагирует На работу С мышцами Вы имеете дело С вегетативной системы Мы сейчас сделаем Маленький перерыв А мы с вами После перерыва Разберем пациентку С вегетативными рефлексами Я покажу Как с ней работать Чтобы то, что вы усвоили Было немножко Отработано на практике Потому что С соматическим Более-менее Мы как-то работать умеем Правда же А как с вегетативными рефлексами Работать Как их устранять И мы все это Разберем на практике Не уходите Нет, я просто расскажу Потому что у нас осталось Полтора часа у нас осталось Уважаемые коллеги Я, конечно, понимаю Что все рассказать невозможно И мне бы хотелось Меньше уже рассказывать А больше На практике показать Как это работает Но я только два слова расскажу Об инструменте Кинезиологи Это мануальное мышечное тестирование Кто-то тут сидел другой Садитесь Садитесь А вы снимаете что Да Снимайте Снимайте Включите Держите Спасибо Куда? Мы с вами смотрели Когда человек стоит И определяли Где у него болевой синдром Вы помните? Да Что происходит с мышцами Когда человек стоит? Да Они сокращаются Правда же? Иначе бы он упал Это трамвало Но они Кроме сокращаться Они еще растягиваются Потому что человек все равно Немножко падает вперед Что происходит с мышцами? Они растягиваются Что делают? Сокращаются Падают назад Они растягиваются Сокращаются Поэтому положение стоя Это результат Растяжения И сокращения Множества мышц Можно сказать Что статика Это мышечное тестирование Всех мышц Человеческого тела Вместе Но мне надо посмотреть Но мне надо посмотреть Только одну мышцу Как она Конкретно Отдельно работает Для этого Садитесь пожалуйста Я привожу мышцу В изометрическое сокращение Так как будто бы Она стояла Видно ли? Да И теперь нагружаю ее И смотрю Она на нагрузку Может дать Восстановление активности? Я прошу Надавите на меня пожалуйста Сильно не надо Чуть-чуть надавите Надавите на меня Не надо сильно давить Чуть-чуть надавите А теперь еще раз Надавите И удержите пожалуйста Я проверяю рефлекс Тот же Который был у меня Под нагрузкой Давите Еще раз Давите Еще раз Вот посмотрите Какой здесь хороший рефлекс Чуть-чуть надавите И еще раз надавите Очень хороший ответ А с этой стороны Как-то неудачно Надавите Еще раз надавите На руках как бы подламывается Да Здесь она хорошо держит реакцию Надавите Еще раз надавите Видите как хорошо Реагирует метрический рефлекс А тут в ответ На изометрическое сокращение Почему-то тоническая фаза Не подходит И пациенту Появляется утомление мышцы Возникает тремор Видно полидарный тремор Записан Бирштейном И мышца подламывается Мануальное мышечное тестирование Основано на работах Николая Александровича Бирштейна Который рассказал Что в процессе движения Ах нет моих коллег Что в процессе движения Когда мышца совершает движение Возникает фазическое И тоническое фазосокращение Фазическое управляется Мозгом нашим Я могу сделать мышцу сильнее А могу сделать слабее Но если я нахожусь В изометрическом сокращении Несколько секунд Возникает тоническая составляющая А она управляется Стреополидарной системой И поэтому тонко реагирует На все внутренние проприорецепторы Проприоинтеррецепторы И поэтому Когда у пациента Возникает Несостоятельность мышцы Я могу посмотреть А нет ли здесь нарушений Со стороны проприорецепторов И интеррецепторов Так работает Мануальное мышечное тестирование И если проблема В интеррецептрах То их раздражая Я могу получить реакцию А если проблема В проприорецептах То их раздражая Я тоже могу получить реакцию И это используется В процессе Происходящего исследования Я сейчас В процессе движения Буду сразу показывать Пожалуйста Присаживайтесь Николай Александрович Прошу вас Ваша пациентка Пациентку Которая Которая Имеет болевой синдром Как в положении сидя Как в положении стоя Но еще больше В положении лежа Слушаю вас Николай Александрович Пошел Присаживайтесь Пожалуйста Спасибо